Общая задача родового и неонатального отделения клиники Асклепиус в Барнбек облегчит вашему ребенку вхождение в жизнь. При этом для вас важно, чтобы роды проходили естественно, спокойно и безопасно. Наряду с родами, сопровождаемыми врачами, мы предлагаем также акушерскую родильную палату. В этом случае вам будут помогать опытные акушерки почти как при домашних родах. В случае опасности в кратчайшие сроки рядом с вами и вашим ребенком окажется врач. Высочайшие медицинские стандарты, безопасности и современные подходы являются для нас нормой. Наш перинатальный центр предлагает лучший уровень обслуживания, поэтому мы готовы к самым невероятным инцидентам. Мы все стремимся к тому, чтобы семьи чувствовали себя максимально защищенными. Поэтому мы хотим поддержать вас, чтобы вы могли пройти через этот особенный период жизни спокойно и радостно. Для того, чтобы убедиться в здоровье вашего ребенка, мы проводим профилактический осмотр. Приблизительно через 48 часов мы выполняем осмотр У-2. Далее мы познакомим вас с этим вторым обследованием. Этот фильм не может заменить беседу с врачом. Если у вас есть вопросы, запишите их. В состав У-2 входит исследование обмена веществ. Когда вашему ребенку исполняется не менее 36 часов, мы берем для анализа несколько капель крови. Такое исследование позволяет обнаружить редкие заболевания. В большинстве случаев можно избежать опасных последствий. Если результаты обследствий называют опасения, мы незамедлительно сообщим вам об этом. Если вас не информируют, значит, все в порядке. У членов вашей семьи есть заболевание щитовидной железы? Запишите это и сообщите своему врачу. Наружный осмотр ребенка обычно проводится с головы до пят. Какую форму имеет голова, какого размера родничок, это отверстие в костях черепа является зонной деформации, позволяющей головке пройти через узкий родовой канал. А сейчас оно обеспечивает необходимое пространство для роста мозга. Также выполняется обследование полости рта, даже если это не по вкусу малышу. Глубокие из глаза видна ли за хрусталиком сетчатка? Также в состав О2 входит проверка слуха, чаще всего вечером, когда ваш ребенок спит. Звуковые волны в диапазоне частоты голоса, которые не кажутся вашему малышу неприятными, позволяют своевременно выявить нарушение слуха. Если ребенок плохо слышит, это может помешать здоровому развитию. Достаточно ли информации вы получили? У вас есть вопросы? Запишите их. Теперь на очереди легкие и сердца. Как прослушивается сердцебиение? С достаточно ли силой пульсирует по венам кровь? Мы исследуем содержание кислорода в крови. Если оно слишком низкое, это может свидетельствовать о пороке сердца. В этом случае мы обследуем сердце более тщательно. У этого ребенка все в порядке. У кого-то из членов вашей семьи есть врожденный порок сердца? Запишите это, чтобы сообщить своему врачу. Печень, селезенка и почки – все в порядке? Мы пальпируем внутренние органы, чтобы установить, нормальных ли они размеров. Проверяется и пупок. Нормально ли он высыхает? Ку-2 относится еще кое-что – проверка наружных половых органов. Далее мы проверяем бедра вашего малыша. Если складки симметричны, это хороший признак. Если нам покажется, что бедра не вполне в порядке, мы проведем ультразвуковое исследование. Плановое обследование состоится на следующем осмотре У-3, который проходит в возрасте 4-6 недель на приеме у педиатра. Если вам известно о врожденных проблемах с тазобедренным суставом у членов вашей семьи, сообщите об этом врачу. Теперь мы осмотрим спину. Прощупываются ли особенности строения и расположения костей? Это может сигнализировать о скрытых аномалиях позвоночника. Но не переживайте, такое встречается очень редко. В заключении мы проверяем рефлексы. Они имеют большое значение, так как на основании этих непроизвольных реакций позже развиваются координированные движения. Это рефлекс позвоночника или рефлекс галанта. Рефлекс шагания – это автоматическое движение, однако оно не имеет ничего общего с более поздней ходьбой. Рефлекс мора или обхватывательный рефлекс остался с той поры, когда малыши хватались за шерсть вам, чтобы не упасть. Если ваш ребенок стучит ножками и его стопы реагируют на прикосновения, здесь тоже все в порядке. В конце У2 проходит черед витамина К. Он способствует образованию фактора свертывания крови и предотвращает внутренние кровотечения. Теперь у вас есть возможность задать все интересующие вас вопросы. Врач даст вам с собой витамин D для укрепления костей и фторит, необходимый для здоровья зубов. В заключении вы получите карту с информацией о результатах профилактического осмотра вашего ребенка. В заключении вы узнаете о том, как лучше всего обеспечить сон ребенка дома. Мы выпишем вас, убедившись в том, что у вас и вашего ребенка все в порядке. Подробную информацию о детском сне вы найдете по ссылке в описании. Продолжение следует...